Иерусалим. Снова теракт и снова автомобиль, таранящий людей. Как все произошло, кто террористы, кто за ним стоит и чем все это чревато. Все подробности у Сергея Ауслендера, он работает в Израиле. Это уже второй подобный теракт в Иерусалиме. За последние две недели все происходило по, увы, привычному и страшному сценарию. Араб за рулем микроавтобуса внезапно выехал на трамвайные пути и начал сбивать людей. Он буквально снес несколько человек с трамвайной остановки. Этот момент хорошо видно на записях камер наружного наблюдения. После чего террорист резко увеличил скорость и понесся в сторону ближайшего перекрестка. Он врезался в столб и не смог ехать дальше. После чего выскочил из машины и напал на людей, стоявших вокруг с металлическим прутом. В этот момент подоспели полицейские и застрелили террориста. Пострадали 13 человек. Один чуть позже скончался. Им оказался офицер пограничной охраны. Еще двое находятся в реанимации в критическом состоянии. За их жизнь до сих пор идет борьба. Состояние остальных опасений у медиков не вызывает. Движение в центре Иерусалима было практически парализовано. Туда стянули крупные силы полицейского спецназа. Опасались, что у террориста есть сообщники. Ответственность за произошедшее взял на себя Хамас. Его представители назвали террориста своим героем, а все случившееся местью оккупантом. Личность террориста уже установлена. Это жители Иерусалимского квартала Шуафат и Брагим Акари. Его уже задерживали за участие в беспорядках. Более того, его родной брат был приговорен в Израиле к трем пожизненным срокам за участие в террористической деятельности. Но освобожден в рамках сделки. Шалита власти заявили, что собираются снести дом семьи террориста. Сергей Услендер. Подробности телеканал Интер. Израиль.